В общем-то, 6 человек в полуфинале, 3 прошли, 3 осталось, так скажем, пополам разделили нас. И 3 человека будут бороться за звание чемпиона. Еще раз назовем их. Это Камиль Джамалудинов будет боксировать с румыном. Степанов Алексей будет боксировать с кубой. И Тимур Гайдалов тоже с кубой. Очень сложные финальные поединки. Очень тяжелые соперники достались, особенно Гайдалову. Итальянец Паоло Видос. Очень интересный боксер. Да. И казах. По Венгрии, наверное, ты помнишь этого итальянца. Туда Беков. Взрывной и спокойный. Интересный, да. Тоже, ребята, интересный. Тоже будет должен. Предвещает быть интересным. Так, первый раунд. Когда-то спокойно, благородно передвигается на ногах. Такой мышечный спортсмен. Без жиринки лишнего. Да, такое ощущение, как будто он слишком уверен, что он успеет уйти от всех его ударов. И тут и было итальянца. Хороший и быстрый. Несмотря на то, что он немножко смотрится полнее. Казах сразу ведет себя, как хозяин на ринге. Где ей так и надо? Сразу надо чувствовать себя хозяином. Казах старается не принимать пока боя. Да и не бьет особо сильно. Не атакует ли, а контратакует. Ну, наверное, просто разведать как. Первый раунд все-таки разведка. Может быть, почувствовать просто на себе силу удара соперника, чтобы немножко возбудиться. Нет, я думаю, этого не надо на себе ничего чувствовать. Просто он, мне кажется, хочет посмотреть, как он в атаке побежит, не побежит. А там на провалах, на контратаках, да. Попытаться добиться. Проверить выдержку. Видите, он как бы создает иллюзию, что он расслаблен и отсюда пробивает удары. Тоже тактика? Своеобразная, да. Кто ее понимает, то я прошу чувствовать. Там, наверное, очень интересно смотреть начало этого боя. Смотрим, что итальянец вроде успокоился. Ну, потихонечку ведет свое. Понимаешь, что просто так он не разделает его. Подсказываю. Секунданты слишком громко казахов. Судья делает его замечание. Стоп! Закончился первый раунд. Бой прошел, первый раунд прошел, как бы в разведке. Не обострял ни тот, ни этот. Казах, ни итальянец. Держи, держи. Надо по голове бить. Смотри сюда. Счетчик не работал. Бегаешь. Раз, раз, взорвался. Живот тут в голову. Раз, два удары сбоку закончил. И голову в голову. Голову бить надо. Живот показал, тут же бить сюда. Вот Апачинский подсказывает, что удары надо наносить в голову. Интересная саптика. Насказывать по корпусу, а удары все-таки наносить в голову. Наверное, это еще связано с тем, что в таких больших весовых категориях очень тяжело пробить по животу, потому что живота у них, как правило, фрез. Ну, вот, сейчас у этого итальянца он еще прикрыл таким, основательным слоем. Бандаж. Как только встал Казах у Канатов, итальянец сразу проводит атаку, я думаю, что результативную, то есть очень активный. Я думаю, что все-таки не надо Казаху как бы ввязываться в обмен ударами, потому что здесь все-таки тот помощнее смотрится, помощнее. Ожидают пока ошибок друг друга, каких-то неосторожных выпадов, чтобы на контратаке, на встречной комбинации, работать очко. Четко очень выполняет команды своих тренеров, боксеров в синей форме. Но обострение боя по-прежнему не замечается. Не хочет обострять. Тебя обострить бы надо. Не то, чтобы драться, а обострить. Вот подход к концу. Обострить, создать напряжение небольшое, чтобы итальянец не только шел вперед легко, а становился на месте или даже пошел бы назад. Да, в этом случае, наверное, нельзя выиграть итальянца одним, одной или двумя атаками. Нужно потихонечку накапливать преимущество в каждом ауде. И, естественно, расслабленные ожидания здесь недопустимы, если он хочет победы. Ну, ка-пре. Тяжеловесы чуть помедленнее, конечно, чем легковесы и средневесы, но от этого и в бой они становятся менее зрелищным, менее красивым. Пробивайся и двигайся, не остановивайся, ударил ушел, ударил ушел, не надо бороться с ним. Ударил ушел, ударил ушел, бей, раздва, лев и сбоку. И пошел двигаться ногами, раздва и ушел. Довольно-таки спокойно. На мой взгляд, проходил бой. На мой взгляд, проходил бой. Казалось, что только будто бы это полфинал чемпионата мира. Вот сейчас более резво пошел итальянец. Похоже, он начинает пробивать, да. Сталкивает уже, нет, сталкивает. Сталкивает ударами он казахского боксера. Идет и бьет. По защите встречает казахский боксер. Не видно какой-то усталости в нем, но видно, что он действительно не нашел сейчас, пока не обнаружен способа. Идет все тот же. Идет и лис крикнули. Крикнули казах уже. Итальянец тоже, по-моему, немножко устал. 40 секунд до конца третьего раунда. На мой взгляд, по-моему, немножко итальянец смотрится. Да, он накапливает преимущество. Он владеет инициативой. Это видно в каждом раунде. По чуть-чуть. По одному очку в раунде, но все равно, по-моему, чуть-чуть прибавляет. На ногах, на ногах подсказывают ему тренеры. По-моему, медлительнее стали удары казахского боксера. Если бы чуть быстрее он двигался, используя свой более легкий вес, большую подвижность, может быть, бы и получил какое-то преимущество в этом бою. Хотя трудно сказать, поскольку итальянец тоже очень бойкий. Тренер Апачинский так энергично подсказывает своему ученику. Один из учеников Апачинского, Василий Фомелево. Боксера часто Куба Квала Баркера получил на Олимпиаде. А, Василий Жиров, я забыл, из-за меня сейчас боксирует профессионалов в Америке. Итак, последний раунд финального сегодняшнего боя. А на самом деле последнего полуфинального боя, который завершает нашу вторую трансляцию. И, возможно, что попрощаться нам даже придется очень быстро. Еще раз скажем, что завтра... Будут финальные бои. В первом финальном, да, в первой трансляции финалов вы увидите фамилию Джумалуддинова. Нашего боксера. Вначале будет Ромеро отстаивать свое звание. Потом Эмиль Джумалуддинов попробует забрать звание. Алексей Степанов. Тимур Гайдалов. Тимур Гайдалов. И, естественно, кубинцы. Естественно, кубинцы, которые будут им противостоять. Так, осталась минута. Последний полуфинальный бой этого дня. Все-таки, как бы подводя итог, хочется сказать о том, что мы увидели... Встали. Встали, ребята. Да, мы видели сегодня несколько очень интересных... Очень зрелищных боев, которые, может быть, даже... Можно было и не комментировать. Просто смотреть и наслаждаться. Просто не мешать комментариям. А это значит, что чемпионат в МИМ действительно проходит интересно. Интересные бои. Я знаю, что... Не только в полуфинале интересные бои. Но и... Знаю, что очень много соперников, сильных, встречалось и в первых боях, предварительных. И, честно говоря, интересно было бы, наверное, посмотреть своими глазами весь чемпионат. Посмотреть, почувствовать всю энергетику этой борьбы, этого накала. Какие мощные удары под конец наносят друг другу в обмене. Все. Оба спортсмена, похоже, решили, сочли себя победителями. А может быть, просто обрадовались к концу этого боя. Я не берусь предсказывать победу в этом бою. Что-то не видно. Висели они с той, с другой стороны. Мне кажется, равное количество очков. Судя по тому, как ведут себя сдержанно те и другие, знаете, импераменты казахов, и тем более итальянцев. Друзья и джентльмены, победитель на пунктах 3-1. Город по пунктам 3-1. 3-1. 3-1 в пользу казахского. Дилдобеков из Казахстана попадает в финал. Это последний, еще раз напоминаю, поединок нашей второй трансляции с чемпионата мира по боксу, который проходит в Хьюстоне. Ну, а я, Сергей Кравчук и Олег Саитов прощаемся с вами, благодарим вас за внимание и увидимся уже завтра в финальных встречах. Всего хорошего.